Суббота, 14 апреля. На площади много незнакомых людей с номерами. Разминаются. Через час стартует 29-й пробег памяти героев Чернобыля. Во дворце детей и молодежи много спортсменов, получают номера, но сегодня отменена регистрация. Все-таки для некоторых это было неожиданностью. Перед дворцом детей и молодежи встречаем директора пробега и немного отрываем его от основных обязанностей. Валерий, судя по цифре, 29 – это одно из самых старейших спортивных мероприятий в городе. Не только в городе. Я могу сказать, что одно из старейших в независимой Украине, которое началось еще в том самом незабвенном Советском Союзе. Старше нашего, пожалуй, только бахмачский пробег, но он не сравнится по масштабам. Кстати, о масштабах. Итак, сработала регистрация. Ты уже знаешь, сколько у нас участников. Да, на сегодня зарегистрировалось 402 человека. Из них около сотни славучан. В основном приехали из Киева, области, Чернигова, Львова, Черновцы, Ужгород. География широчайшая. Приехали три спортсмена из Беларуси. Я даже видел одного зарегистрировавшегося из Москвы. В холле Дворца детей и молодежи много знакомых и незнакомых лиц. Кажется, Валерий Павлович прав. Славутищ идет на рекорд. Отлавливаем среди готовящихся к старту спортсменов, недавнего танцора, а ныне практически заядлого марафонца Вадима Совеченко. Этого человека я обычно вижу танцующим, а сегодня он бегающий. Но говорят, легенды какие-то ходят. Он какие-то места в Киеве занимает. Он и его дочь. А чего жена не бегает? Ну, кто-то должен быть на берегу, кто-то должен не бегать, да, и, как это, хранить очаг семейный. Поэтому мы сейчас от младшего еще пытаемся вытащить. Он сегодня побежит 5 километров. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, втянется. Я смотрю, у тебя маечка из Вольтердама. Явно не купленная. Явно там бежал. Как успехи? На отличные успехи. Это второй мой марафон был в жизни в это воскресенье. То есть еще неделя не прошла. Поэтому масса впечатлений совершенно. Уникальные эмоции. Зачем человек, который умеет танцевать, бегает? Я не знаю. Я тебя спрашиваю. Я тоже не знаю. Ну, я не знаю. Для того, чтобы поменять качество жизни, я думаю. Ровно год назад как раз она мне на день рождения подарила участие в марафоне со словами «Папа, у тебя есть мечта?» Как раз уже полпраздника прошло. У нас она встала, говорит, папа, у тебя есть мечта? И зарегистрировала меня на марафон в Киеве. Вот первый марафон мы в октябре. Я в октябре вместе мы бежали. И вот с апреля мы начали подготовку. Это достаточно серьезные вещи. И, ну, вот результат налицо. То есть жив остался? Я остался жив, да, ну, получил массу эмоций, массу впечатлений. И пока вот, пока мы все вместе бегаем. Потом решили пробежать еще где-то какой-то заграничный марафон. И так вот оказались в Роттердаме. Конечно, там, ну, масса впечатлений. Около исполкома общаются старые знакомые. Два мэра до 2015 года. Мэр Славутича и мэр Буэрки. Давно дружимо із Володимиром Петровичем. Вместе бегаете? Відпроводли. Бегаем по життю, тому що біг – це радость, це життя, це рух. Я вже третий раз у місті Славутичі. Перший раз на дні Славутичі. Другий раз приезжали, як брати досвід у Володимира Петровича. А сьогодні з боерским біговим клубом, Боерка Ран-клуб, з моими друзями біжемо по напівмарафону, десяточку тарас біжить. То есть вы в командных соревнованиях тоже участвуйте? Ми любимо спорт, ми любимо життя, любим здоров'я. Скільки голова бігає, людям спрашивається, а ви ні разу не бігаєте. Я не припоминаю, що... Саша, ну ти знаєш, що я просто так не... Я хочу сказати, що Тарас очолює футбольну команду мерів України. Вони були чемпіонами Європи, третє місце Європи. А в минулому році трошки поступали, третє, четверте в Європі команда мерів України. Вам інформаційний спонсор не потрібен? Є свободне телевидення, можемо снимати поїздку вашої команди. Дякую, ми врахуємо вашу пропозицію. На відкритість соревнований всього традиційного гимн України, Славутича. Цвети к пам'ятному знаку героїв Чернобу. Владимир Петрович чуть не сорвав время старта. Так увлёкся воспоминаннями о Славутичі, що говорив минут 15. В цей день хотілося б згадати і наших побратимів нашого марафону. Ми проводимо сьогодні 29-й марафон. Уявіть собі, яка класна традиція. Але з нами теж немає тих, хто тримав прапор здорового способу життя. Вона марафону. Це Владлена Кокіна. На 90-му році життя вона пробігла свій останній марафон, для того, щоб залишитись в вічності і в історії того ж маленького міста Славутича. І марафону, який ми сьогодні, я думаю, будемо продовжувати передавати із покоління і покоління. Їй було біля 90, а Валерій Бурлаков, наш товариш, нещодавно пішов із життя. Йому було всього 64. Я прошу вас, друзі, з урахуванням того, що поминальна неділя, витримаємо цю традицію і помянемо їх хвилиною мовчання. Хвилина мовчання. Все починається, відбувається, завершується в сфері людських відносин і стосунків. Давайте берегти оці відносини і стосунки. Вони є визначальному в нашому житті. Здоровий спосіб життя – це припуска в майбутнє. Передаємо через покоління. Хай нам щастить, хай вам щастить на цій трасі. І буде дуже легко, але переможно. З марафоном вас! Ну, отон, долгожданний старт. Мощне зрелище. Впечатляє. По-моєму, такого количества бегунов к нам в город давно не приїжджали. В этом году на старт вышло рекордное число участников – 330 человек. Из Украини, Белоруссії, Франції, Сирії, Греції. Украина представлена такими городами, как Киев, Измаїл, Белая Церковь, Чернигов, Сумы, Пирятин, Батурин, Запорожье, Днепр, Бердичев, Ивано-Франковск, Бахмач, Нежин, Ильпень, Кролевець, Львов, Харьков, Прилуки, Южноукраїнск. И, конечно, наш родной Славутич, за который выступило 80 любителей бега. Сразу отметим, что все победители в забегах на 5, 10 и 21 километр показали результаты лучше, чем победители в тех же дистанциях в 2017 году. Пока ехали до поворота на Гуту, помнили 1997 год, тогда тоже было много спортсменов и даже участников на уровне сборной Украины. Несомненно, участие сильнейших стаеров из 14 областей Украины добавило соревнованиям остроты, азарта и зрелищности. Итог этих соревнований у нас практически это первый этап отбора на чемпионат мира по полумарафону, который будет в этом году проводиться в Кошице. Спасибо большое за ту организацию, за тот большой труд, который вы, славучаны, приложили действительно в приеме Кубка Украины. Несмотря на нашу финансовое затруднение, затруднение и то, что есть во всей стране, мы смогли провести соревнования на высоком уровне. Удивило всех участников, что на трассе они увидели сегодня генерального директора атомной станции Парашина. Они рядом бежали с ними и для них это было, что вот именно в этом городе живут такие люди, как мэр города, который занимается спортом. В этом городе решать проблемы спортивные. Здесь можно проводить не только чемпионат Кубка Украины, можно проводить международные соревнования на самом высоком организационном уровне. Ребятам этот пробег запомнится еще и тем, что призы они получали из рук чемпиона Мюнхенской Олимпиады Валерия Борзова. Мы на повороте. Уже со стороны видно номер 78 значительно отрывается, хотя его пытаются догнать еще 4 бегуна. Но почему-то кажется, что победит именно 78-й, увеличивает отрыв. Красивая картина. На нашей трассе такое количество бегунов давно не было. Красивая картина. На нашей трассе. Возвращается после поворота на 2,5 километра и спортсмен под номером 78. Уже один. На дистанции 5 километров у мужчин победил Николайчук Дмитрий из Киева с результатом 15 минут 42 секунды. Как свои точки зрения бежалось? Дякую. Гарно бежало, бежалося. Трасу ви цього року поменяли. Я думаю, у вас уже був два роки назад. Тому нова трасса, цікава, до речі. Було приятно бежать. Організація, дякую. Я завжди радий прийти в Славутич. І бачите, це стільки радісних і віддені свої справи людей. Дякую вам. Траса була гарна, білилося. Тоже гарно. Єдине вітер трошки десь помагало, десь мешало. А так, взагалі, дякую за організацію. Гарне свято. У тебе дуже мощний старт був, ти оторвався одразу. У тебе такі були плани, а у тебе просто була скорість определення? В принципі, я вчора трошки ножку потягнув. Я сегодня не знав, як бігти. Тому я побіг, в принципі, плавно. А потім вже почав розгонятися. Я б не сказав, що старт був швидкий. А дистанція в мене 800 метрів, так що гарно тренування всього. На второму місці – Владимир Сахну, на третьому – Марциновський Артур. На дистанції 5 кілометрів у жінчин. Победітніцей стала Кутах Юля. Результат – 19 минут 15 секунд. І вам не мешав флаг вашого обществу? Справа в тому, що я флаг тримала в руках, а тут я за 10 метрів вже взяла. Загалі заважала, тому що дуже вітер неожидує. Взагалі, доволі пробігом? Дуже подобається. Все класно і дуже добре місце, дуже чисто. Дуже багато зверно, не дуже чистенько. Так що, супер. Думаю, будемо приїжджати. Дай Бог. Щорично. Дякую, удачі вам. Дякую вам. Вторе місце – Солодка Екатерина Нежин. І третє – Вороная Валентина Чернигов. Словчане заняли багато призових місць в своїх возрастних категориях на дистанції 5 км. Сибірська Анастасія – 2 місце, Якушева Таисія – 3 місце, Пашторенко Анастасія – 2 місце, Порубец Дана – 3 місце, Домнин Марк – 1 місце, Зайцев Арсений – 3 місце, Дрозд Наталья – 2 місце, Шанина Лидія – 2 місце, Олений Чигарь – 3 місце, Говоров Валерий – 2 місце, Бабенко Василий – 3 місце. На дистанції 10 км у мужчин призерами стали. Победил Тенников Константин – 33 минуты и 28 секунд. Я живу! Я живу! И вы помните очень эмоциональное интервью. Це зв'язано з тим, що я починаю заново свою кар'єру. Я... Ні... Просто... Я поздно почав. Потім в тубдиспансері пролежав. Було моментів, коли по молодежі я третій був, я попав в тубдиспансер. Я не бігав, це просто була тренування. Це була без подготовки взагалі. І зато так емоціонально, що я перетерпів даже себе. Я не мог, наприклад, біжати разними темпами. Я мог одним темпом біжати. Хорошим там темпом, але не мог добавити, переключатися не мог. А зараз я можу переключатися. Я можу добавити, коли хочу. От навіть на фініш, якщо я смог не добавляти, я бачу девочку, мені треба її обогнати. Просто для себе, щоб потім на следующих стартах можна було боротися на конкурентоспособним бути. На второму місці Назаренко, Олександр, Київ. На третьим – Сотник, Евгений. Чернигов. На дистанції 10 км у женщин победила Анна Иващук, Київ. На второму місці Гроботенко, Київ. На третьим – Вегера Александра, Київ. А далі список славучан, які заняли призові міста в своїх возрастних категориях на дистанції 10 км. Хабел Валентина – 1 місце, Катамай Маріна – 3 місце, Салтыков Антон – 3 місце, Приходько Павел – 2 місце, Примак Ярослав – 3 місце, Сафаров Александр – 3 місце. І результаты в забігі на 21 км 97 метрів. Полумарафон. Побіділями стали Якимчук Олег, Київ – 1 час 10.39 секунд. Один із найкращих результатів в наших забігах. Для сравнення – победитель полумарафона в 2017 році показав результат практично на 5 минут хуже – 1 час 15.33 секунди. «Траса сподобалась, це було цікаво, швидкісна, перепади, невеликі висоти були, але вони не суттєві. І вітер, тільки в зворотному напрямку трохи, не по всій дистанції, там, де на полі більше, а так в лісі чудово. Ваше результат на сьогодні – 1 час 10, наскільки я був? Ну, година 10.40 в мене я взяв. В прошлом році був година 15, так що у вас дуже приличні результаты. Ну, я кажу, я задоволений, я пробіг по особистому рекорду, тому я повністю задоволений». На 2-м місці – Дербенєв Евгений Винницей, на 3-м – Лупина Дмитрий Когарлык. Напомню, Вадим Савещенко планировав пробіжати. «Я соревнуюсь сам с собой, мой рекорд на полумарафоне был час 36 в Чернигове прошлого года. Если я пробегу быстрее, будет хорошо. Если пробегу не быстрее, тоже ничего страшного». А показав результат – 1 час 52 минуты. И занял 11-е місце в своей возрастной категории. Лучшие женские результаты в полумарафоне – Калинищенко, Анна Киев, 1 час 26 минут 32 секунды. На 2-м месте – экс-славучанка, амини-киевлянка Светлана Советченко. И на 3-м – Андрушкевич Ольга. В командам первенстве 1-е место заняла сборная Южно-Украинская С, на 2-м месте – Чернобыльская Организация Профсоюза и 3-е место – СП «Новарка». Команда ВЧ-3041 НГУ и Чернобыльская С заняла 4-е и 5-е места соответственно. И еще несколько видеонаблюдений нашей съемочной группы. Впервые за последние годы в полумарафоне принял участие колясочник из Чернигова – Шурупа Сергей. Занял 121-е место в полумарафоне. Конечно, у бегунов совершенно разные кроссовки. Кому какие нравятся. А вот на этом полумарафоне мы увидели спортсмена, который бежал босиком. Вы первые, которые финишировали босиком у нас сегодня на полумарафоне, на десятке? Бо сознательно не могу сказать. Просто нравится бегать босиком. Просто нравится чувствовать связь с землей. Так ты стартовал босиком? Да, да. Он. Под деревом лезет. Да, просто классный чувак. Чувствую свободу, чувствую землю, чувствую, как асфальт под ногами. А так дружно вдвоем финишировали отец и сын. Мой батько первый раз бежит в марафон в Славутичу. Вот. И... 13 лет? Да, это мой батько. О, боже. У нас навіть номеры, видите. Нет. Поэтому я считаю, что это очень серьезно. И сын поддерживал? И сын поддерживал, да. Сын бежит через неделю в Киеве. Новопошта пил марафон. А батько ось начал. Начал. Начал, да. Спровоцировал сына, я так понимаю? Да, да, да. Чекай, це наступному році тобі 50, а? 30. Будем бігти побовисково. Можливо, навіть за 20 дн забежим, я не знал. Совершенно неожиданным было участие в забеге для нашей съемочной группы, видеоинженера нашей телекомпании Юлия. Ну что, бежать на 5 км легче, чем сидеть и монтировать сюжет? Да, лучше. Пробіжалась вообще? З результатом доволна? Довольно. Довольно, чтобы все прибежали, финишировали, ни разу не остановилась и не прошлась. Не заладился день с утра у Лидии Шаниной, постоянной участницы, в забегах на 5 и 10 км. Все началось с номера. Сделала доброе дело Чернигову и отдала свой номер им. Осталось чужим. Претендую вообще пробежать. 5 км. За честь команды, за честь города пробежать, добежать, стартануть и финишировать. Финиш дался тяжело, но все же добежало. У участника под номером 100 Валерия Говорова тоже сезон не задался. Сезон у меня провальный был. Там я осенью болел сильно в этом, реабилитировался. Но вы, по-моему, случайно первый. Ну так я потому и пятерочку выбрал, что не готов. Готов к пятерочке. Так я обычно 21 бегут. Ну и как? Бежалось сегодня хорошо. Не, бежалось-то ничего, но тяжело. Ну это понятно. Ну отдавался силы, чтобы не опозорить. Ну понятно. Сесть команды, да. Принимал участие в нашем забеге и чемпион Европы Прослов Николай. Ему сейчас 70. Как бежалось сегодня? Нормально. Нормально ветерок. Ну это все в пределах. Так нельзя, да. Вот природы. Нет плохой погоды, да? У природы нет плохой погоды. Отлично. Отлично. Хорош. Да, я даже чуть-чуть тепло оделся. Лучше перестраховаться. Ну нормально, у молодых. Для людей вот так рубить. Это же праздник. А молодые подивляться, скажут, Николай, это круто. Молодцы, ребята. Ташу. Участники пробега отметили традиционно высокий уровень организации соревнований в Славутище, комфортную домашнюю обстановку и благодарят организаторов. Администрацию, профсоюзную организацию ЧАЭС, отдел молодежи и спорта из полкома и клуб любителей бега Славутищ. Традиционно проведение соревнований оказали помощь СП «Новарка», ГУПОМ, коммунальное предприятие «Киноконцертный комплекс», полиция, медсанчасти и практически все коммунальные предприятия города. Ресторан «Славутищ» приготовил вкусные обеды для участников соревнований. Дворец детей и молодежи гостеприимно принял участников пробега для проведения регистрации и церемонии награждения, а также выставил свою команду на пробег. Информационные партнеры и спонсоры телекомпании «Медиадом» и сайт «Все пробеги». Финишную арку предоставила компания «Йома Украина». Следует выразить ей огромную благодарность волонтерам, которые в этот раз очень активно принимали участие в организации пробега. Ну а в финале яркие моменты 29-го забега в памяти героев Чернобыля. Продолжение следует... 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 И в финале еще раз потрясающий старт. Самый мощный старт в апреле в Славудичке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА